Уже в 7 вечера на площадке в парке нефтехимиков яблоку негде было упасть. Нижнекамцы шли на День молодежи, как на большой общегородской праздник. Здесь не было возрастных ограничений. Понравилось, нам очень понравился праздник. Оформление хорошо, красиво все. Очень понравилось. Красивый праздник, вот. И детишкам интересно. Танцуем. Я душой очень молода. Я себя не чувствую старушкой. Поэтому пришла подсмотреть на молодежь и порадоваться. Купить своеобразные сувениры, сладости и безалкогольные напитки мог каждый. В парке нефтехимиков работала торговля. А со сцены ведущий раздавал купоны и подарки участникам викторины. Все вопросы были связаны с городом и его историей. А мы решили спросить у молодежи об истоках праздника. День молодежи. А что это за праздник? Ну, не знаю. Если честно, то откуда он появился, мы не знаем. Просто знаем, что этот праздник в честь нас, в честь молодежи. Как думаете, вообще человек за скольки лет себя ощущает молодым? Ну, вообще, мне кажется, то, что люди всегда в душе молодые и молодость не кончается. Но вот так лет до 30, наверное. День молодых людей. А как вы думаете, с каждым лет человек может ощущать себя молодым? До 18 лет? То, что быть молодым можно в любом возрасте, в очередной раз доказал татарстанский исполнитель, 28-летний Мунир Рахмаев. Пел он на двух языках. Нижнекамская молодежь часто сравнивает Мунира Рахмаева с известными мировыми исполнителями. Сам он не против таких сравнений. Я действительно люблю творчество Майкла Джексона и Джастин Бибер, Джастин Тимберлэг. То есть я очень люблю творчество их. Но возвращусь к сегодняшему дню. Сегодня у нас День молодежи. Скажу о том, что сегодня молодежь Нижнекамска встретила меня вообще на таком высоком уровне. Я обычно критикую свои выходы на сцене, но сегодня я отработал на все 100%, потому что от людей пошла такая бешеная отдача. На 100% отработали и девушки из российской группы пропаганды. Состав, конечно, новый, пока мало знакомый любителям популярной музыки. Однако старые исполненные хиты Нижнекамскую публику не оставили равнодушными. Пели девушки на протяжении часа. Публика с удовольствием подпевала. Солистки пропаганды выложились на все 100%, как и подобает артистам. А вот в интервью девушки признались. Очень классно. Да, очень классно. Вы знаете, я уже сегодня сказала на концерте, да, что это самый горячий публик. Вот реально. Потому что я родилась в Павловске, я сама родилась в Павловске, но это отдача. Поэтому такая публика, она самая запекательная. А еще здесь очень вкусный гост. Это просто. Специального гостя праздника израильского диджея Криса Паркера поразила Нижнекамская шурпа. У нас шашлычок, мы любим салатики, цезарь, шурпа ваша, очень вкусная. Спасибо вам. Хотел бы Нижнекамск поздравить с Днем молодежи, пожелать им удачи, теких нот и хороших впечатлений от вашего любимого города. Наверное, хороший ужин и помог диджею отыграть на отлично. Тем, кто посещает ночные клубы, эти мелодии были хорошо знакомы. День молодежи 2016 состоялся.